Мои дорогие и любимые белорусы, мы все и наша страна переживаем сейчас очень сложный период в своей истории, когда подлость граничит с героизмом, отчаяние с мужеством, а любовь с предательством. В этот период мы должны сделать свой выбор, этого требует от нас время. В эти дни, когда мы хороним наших героев, я плачу вместе с вами. Это невероятная потеря для страны, невинно убитые молодые люди. Нам необходимо поддержать их семьи. Их именами мы обязаны в будущем назвать улицы. Их имена останутся в нашей памяти. У меня нет и не было иллюзий относительно своей политической карьеры. Я не хотела быть политиком. Но судьба распорядилась так, что я оказалась на самой передней линии противостояния с произволом и несправедливостью. Судьба и вы. Вы, которые поверили в меня. Которые дали мне силы. И сейчас, каждую минуту, я восхищаюсь вашим мужеством, вашей самоорганизацией и тем, какие вы все сильные и светлые. Вы отдали мне свои голоса, и я очень это ценю. Я абсолютно точно знаю, почему вы это сделали. Мы все хотим выйти из этого бесконечного круга, в котором оказались 26 лет назад. Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера. С тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм. Чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов. Реальных, честных и прозрачных выборов, которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом. За прошедшие месяцы стало совершенно очевидным для всего мира, что белорусы – это люди, которые умеют самоорганизовываться, принимать правильные решения и способны постоять за себя и своих близких. Но самое главное, что это осознали мы сами. Это то осознание, которого нам не хватало долгие годы. Белорусы сегодня проявляют чудеса героизма, солидарности и порядочности. Раз за разом мы демонстрируем миру свою преданность идеям ненасильственного сопротивления. И этим мы доказываем, что правда не на стороне силы оружия. Правда, на стороне силы духа, честности, порядочности и отваги. Эти сигналы будут обязательно услышаны, и мы получим в свои ряды сторонников во всем мире, которые помогут нам пройти этот сложный период. И в том числе мы сможем вернуть стране энергию тех белорусов, которые волей судя показались в других странах мира. Они такие же, как и мы. И сегодня они делают все возможное, чтобы перемены скорее пришли в нашу жизнь. Впервые за долгие годы мы смогли стать одним целым белорусами, любящими свою страну. Сейчас мы не имеем права растерять ту созидательную энергию, те положительные изменения в обществе, ту решимость, которую обрели, и с которыми можем изменить нашу страну, превратив ее из страны, где правит коррупция и насилие, в страну для благополучной, безопасной и счастливой жизни. Я понимаю, что самым важным является независимость Белоруссии. Она – та константа, которая не может быть потеряна ни при каких обстоятельствах. Мое сердце всякий раз наполнялось любовью и гордостью, когда я узнавала, что на многих избирательных участках комиссии честно подсчитывали голоса, игнорируя давление со стороны власти. И как сотрудники силовых структур складывали щиты к ногам обычных мирных белорусов. Это войдет в историю, как поступки, ставшие приметой этого времени – времени освобождения. И я хочу обратиться к людям в форме. Белорусы – это люди, которые не приемлют насилия. Белорусы щедры и справедливы. И если вы решите не исполнять преступные приказы и перейти на сторону народа, они простят вас, поддержат вас и в будущем не попрекнут дурным словом. Я думаю, что вы и сами прекрасно это знаете и понимаете. Ведь мы все одно целое, которое кто-то хочет разорвать и стравить. Мы – белорусы. Мы не имеем права поднимать друг на друга руку. Вы должны с холодной головой оценивать происходящее, задав себе простой вопрос. Кому выгодно наше противостояние? И кто извлекает из этого самую большую пользу для себя? Мы едины. И вы должны знать, мы всегда примем вас, если ваши помыслы будут чисты, а раскаяние искренним. Сегодня, как никогда, нам важны силы и терпение. Мы выражаем солидарность с теми, кто защищает свои права всеми мирными способами, в том числе и мирными митингами и забастовками. Мы поддерживаем друг друга, проявляя взаимопомощь и солидарность, не оставляя друг друга в беде. И весь мир смотрит на нас с восхищением и надеждой и готов помогать как стране в целом, так и каждому. Наша сила в вере в себя и друг в друга. Помните, только вместе мы сможем построить страну для жизни.